В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 3 сентября, среда, в студии Женят Хасаева. Доброе утро. Разноцветные шары, красочные букеты, нарядные дети, застывшие в нетерпении, а также волнующиеся родители. Такую картину можно было наблюдать в День знаний по всей республике. Поздравить первоклассник лицея номер 39 пришли сотрудники столичной администрации и муниципального управления образованием. В подарок новому учебному году лицеисты получили от городских властей новый актовый зал. Первый заместитель главы Махачкалы Абу Супьян Гасанов отметил заслуги учебного заведения, который третий год подряд попадает в сотню лучших школ России. За активное участие и хорошие показатели в олимпиадах, конкурсах, конференциях, лицея номер 39 в числе 100 лучших школ России. Именно такие школы, современные, инновационные и вместе с тем сохраняющие лучшие традиции родного Дагестана, по мысли главы республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Аббалатипова, и есть правообраз школы будущего. Сегодня, 3 сентября, в 15 часов в актовом зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова состоится мероприятие на тему «Молодежь против террора», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На качество медицинского обслуживания должны повлиять стимулирующие выплаты врачам и медсестрам. Эта взаимосвязь уже прослеживается в дагестанских лечебных учреждениях, которые затронула модернизация здравоохранения. Продолжит тему наш корреспондент. Модернизация здравоохранения в Дагестане идет уже два года. За это время отремонтировано большое число медицинских учреждений, приобретено десятки единиц современного диагностического оборудования. Одним из важных направлений в области реализации федеральной программы также являются дополнительные стимулирующие выплаты врачам и медсестрам. По замыслу инициаторов подобного примирования, оно будет способствовать повышению качества медицинской помощи. Причем в этом будут заинтересованы в первую очередь сами медработники. Материальная заинтересованность, как известно, играет не последнюю роль в мотивации человека к повышению эффективности своего труда, говорит начальник планово-экономического отдела Министерства здравоохранения Айшат Исмаилова. Уровень средней заработной платы за счет реализации этих мероприятий, он значительно вырос. Каждое учреждение здравоохранения распределяет дополнительные надбавки в соответствии с утвержденными Минздравом Дагестана критериям оценки качества работ того или иного специалиста, говорит главный врач ортопедо-травматологического центра Магомед Амаров. Мы распределяем определенный процент на врачебный состав, те, которые непосредственно помощь оказывают, и на сестринский состав, которые помогают им в перевязках, в проведении хирургических обработок, в наложении гипса, в перепровождении их в рентген, в проведении рентгеновских исследований и так далее, и так далее. Рентгеновские снимки, кто описывает рентгенолог, в общем, те люди, которые принимают участие непосредственно в организации лечения этих пострадавших. Если есть какие-то жалобы или что-то, соответственно, так процент снижается у этого человека. Дагестанцы стали обладателями премии для поддержки талантливой молодежи. Соответствующий приказ Министерства образования и науки России опубликован на официальном сайте ведомства. Обладателями премии в размере 30 тысяч рублей стали трое дагестанцев. Это призеры Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Даниил Алиев и Заира Рамаданова, а также призер 15-х молодежных дельфийских игр России Заур Салихов. Новости культуры В Дагестане объявлен конкурс на присуждение премии Министерства культуры Республики «Душа Дагестана». С 2010 года в республике принята и действует целевая программа сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества Дагестана на 2011-2015 годы. Республиканской премии «Душа Дагестана» будут удостаиваться за заслуги и сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры. Премии присуждаются на конкурсной основе по следующим номинациям – народный танец, народное пение, народная музыка, традиционная народная культура, народный мастер, лучшие юные дарования до 14 лет, народный театр. На премию будут номинированы 15 человек. Церемония награждения состоится в декабре текущего года. Продолжается подготовка к пятому фестивалю культуры и спорта народов Кавказа 2014. Напомним, что очередные спортивные соревнования пройдут в столице Чеченской республики с 13 по 14 сентября. Перед ответственным стартом дагестанские спортсмены должны будут провести подготовительный сбор. Задача перед командой республики остается прежней – выиграть Кавказские игры, которые в следующем году планируется провести уже в Махачкале. Затем, как на столичном стадионе Труд проходят последние тренировки, наблюдал наш корреспондент. Прямо в яблочко и так каждый выстрел. Магомед Магомедов стрельбой из лука занимается меньше года, но уже добился хороших результатов. Учник натягивает тетиву твердой рукой. Здесь важно не только ловкость и умение. Главное – не нервничать и сосредоточиться на мишени. И цель достигнута. Магомедов стал лучшим в этом виде спорта в Дагестане. И теперь примет участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Список участников я рассчитывал, потому что я старался и стремился к этому. Получается, тут каждую неделю такие отборочные туры происходили, на которых я в основном выигрывал. И вот последние дни тоже каждый день у нас в Савернании шли. Когда-то стрельба из лука была не просто видом спорта. Для горского воина неотъемлемыми атрибутами, помимо папахи и меча, был и лук. Однако во время Кавказской войны его сменило огнестрельное оружие. И только спустя полтора века снова вспомнили о нем. Но уже в мирных целях. В Дагестане стрельба из лука становится все популярнее. Спортивно-культурный фестиваль «Кавказские игры-2014» в этом году пройдет в Чеченской республике. Как и в прошлом году, участники будут состязаться в 12 видах спорта. Сборная команды Дагестана также активно готовится к предстоящим мероприятиям. Уже пять лет к ряду спортсмены из СКФО борются за звание лучших. Победа, конечно, имеет значение. Хотя у фестиваля несколько другие цели. Сохранение традиционной культуры и национальных видов спорта. Здесь же на стадионе труд свое мастерство оттачивают и легкоатлеты. И стафеты 4 на 200. Занятия проходят ежедневно. Нурлан Али все свое время посвящает тренировкам. И дело даже не в соревнованиях. Просто привык отдавать себя спорту. За плечами первое место на Кавказских играх в Нальчике. Как раньше выступал, тоже на Кавказских играх, только бег на одной ноге. 11 и 12 год. В 12 году занял первое место на Нальчике. Выиграл. Ну и вот начал, как убрали мой вид, перешел на эстафету 4 по 200. Я как легкотлет бегу 110 метров с барьером. Стараюсь достичь мастера спорта. Хочется сделать звание. В сборную команду Дагестана попали ребята из разных уголков республики. Многие тренируются на местах. И насколько успешно им это удается, мы узнаем после соревнований. И о погоде. Дагидромедцентр сообщает, что сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность. В горных районах местами небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 13-18 метров в секунду. В горных районах слабый. Температура воздуха 28-33 градуса тепла. По горным районам 20-25, местами до плюс 30. Сегодня в Махачкале ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 градусов тепла. Температура воды в море 25 градусов. Это все новости данного часа. О событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. А я вас благодарю за внимание. Хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok